Его очень такой оригинальный доклад и необычный для нас доклад, поэтому будет, я надеюсь, очень интересно послушать. Михаил, пожалуйста. Да, Михаил Козлов, спасибо большое за приглашение на столь почетный форум. Это очень приятно. Я много ваших семинаров видел и действительно это очень хороший уровень. Я очень надеюсь, что удастся где-то к нему приближаться. Хотя я должен сразу сказать, что моя профессия, она другая. Это электроника, компьютеры, нейронная сеть, обработка изображений и так далее. Вот как-то пришлось, поскольку я очень долго жил в Хайфе, на берегу Средиземного моря, вот как-то эта тема появилась и хотел с вами поделиться своими мыслями и изысканиями. Значит, с чего начать? Вот где-то в 2012 году вышел репорт WWF. Это фонд, который связан с одной стороны с природой, с другой стороны с Мировым банком развития. И они сообщили ужасную вещь, что и жизнь, и количество видов, и даже тенденция биомассы за 40 лет с 70-го по 2012 год уменьшилась в два раза. И в этом докладе указывается разная причина, о которых мы видим и слышим постоянно в средствах массовой информации, что перевылов рыбы и сокращение тех мест, где рыба хорошо себя чувствует. Это заросли мангров, это такие деревья, которые могут в соленой воде расти, я еще это расскажу ниже, там водоросли и так далее. Это ужасное разрушение рифов, вот этот большой барьерный риф вдоль австралийского берега, мы знаем, что страдает загрязнение, повышение всемирного потепления, углекислый газ и так далее. Это с одной стороны. И если вы посмотрите в Википедии, в других источниках на тему убывания морской жизни, вот это причины, которые называются. А с другой стороны, давайте посмотрим на знакомое нам Азовское море. Оно мелкое, там ужасная промышленность, и с реками эти фосфаты идут, оно в маленькой емкости, и какие-то аварии, там нефть переливалась и так далее. И понятно, что оно мелкое, на него колебания климата сильно действуют, и углекислый газ в него попадает. И тем не менее, вот я нашел, какая урожайность рыбы с гектара в море. Значит, в нашем Средиземном это полкило с гектара за год, в Черном – два, в Аральском – десять, в Северной части Каспийского моря – тридцать, а в Азовском – восемьдесят. Что это такое за безобразие, никакие концепции не работают. И что вдруг? Такая огромная разница. Мы, как говорится, это только приманка, мы это будем обсуждать. Наживка. Вот. Теперь идем дальше. Вот Азовское море у меня на карте. И я лечу вниз, почти вертикально, почти по меридиану чуть-чуть, и долетаю до водоема примерно такого же размера. На экваторе. Озеро Виктория. Значит, смотрю, что там с рыбными уловами. Вот. В семьдесятом, в семьдесят первом году там еще. Мы же знаем, что население Африки взрывообразно растет. Там еще было умеренное население и технология. Два килограмма с гектара вылавливали. Но это, кстати, как сегодня в Черном море. В восемьдесят пятом уже сорок один. В две тысячи четырнадцатом, в семьдесят четыре. Посмотрели и изучили, сколько вообще там рыбы. И пришли к выводу, что и триста килограммов с гектара можно вылавливать. Поскольку общая продуктивность рыбы – восемьсот килограммов с гектара. Ну, ни в какие ворота не лезет. Значит, на берегу озера Виктория сотни миллионов людей. И там три страны его окружают. И много статей о том, что загрязнение и так далее, и так далее. Мне трудно, мне трудно с такой дисциплинированной и молчаливой публикой. Я вам сразу скажу. Меня запугивали реакции? Ну, ладно, идем дальше. Чувствуйте себя свободно комментировать. Даже голос. Вот. Как я все это обнаружил? Как я уже говорил. Алло, что-то тут с интернетом. Слышно меня? Михаил, по крайней мере, вы можете голосом обратную связь мне задавать. Там, Миша, мы вас слышим. Как я это все обнаружил? В Хайфе я выходил в детстве, я любил рыбалку в школьные годы. А вот в Хайфе выходишь на берег моря, видишь там на пирсе рыбаки сидят. Но если подойти поближе, увидишь там одна-две рыбки, иногда пустое ведро. Фактически рыбы нет. И меня это заинтересовало. Ну и понятно, все мы знаем, что источником еды в море является растительный планктон, микроорганизм. И я в гугле стал искать, найти карту распределения планктона в морях и океанах. И после небольшого усилия нашел. И вот она. Вот она, эта карта. Всемирная карта распределения планктона. Вы видите, тут цветом закодировано миллиграммы на кубометр. Красная – это больше всего, 10 миллиграмм на кубометр. Синяя – это где-то меньше, чем 0,2. Фиолетовая – это меньше, чем 0,1. Вот. И смотрим на наше Средиземное море. И грустно. А заодно я заметил, и меня это удивило, что в тропических океанах оказывается, это пустыня. Я вот по литературе и так далее, там акулы и прочее, прочее. А оказывается, нет. Что если вот просто по океану плывешь, там жизни почти нет. Вот. А вот красные пятнышки, как вы видите, Азовское море, мой указатель виден, да, курсор. Азовское море и озеро Виктория. Вот таким простым путем я их нашел. Основные элементы, почему мало планктона, потому что минеральные элементы, нужные для жизни, это фосфор, азот, ну и там еще дополнительно железо и кремния, как мы увидели. Ну, азот можно получать из атмосферы, а фосфор – это действительно сильно ограничивающий элемент. И он в значительной степени попадает с реками. То есть, если перегородить реки, то поток фосфора ограничивается и соответствующие последствия. Ну, и я сразу стал вспоминать, какая большая река рядом с нами находится. Всем известная река Нил. И тут, значит… Миша, а Балтика тоже красная? Ну, Балтика красная, она еще с 17-го года. Да-да-да, это северные моря, мы отдельно затронем эту тему. Вы правильно обратите внимание, что в северных регионах там очень много планктона. Хотя, как бы, мало осмотра и так далее, но пищи много. Но, прежде всего, я решил изучить, что в нашем районе. И мы знаем, что Асуанскую ГЭС, там очень сложная была история. Еще в 50-е там англичане хотели Египту помочь строить. Потом в 56-м был конфликт между Англией и другими западными странами и Египтом, как мы знаем. И Никита Сергеевич Хрущев, значит, вызвался помочь и успешно помогли. И построили Асуанскую плотину. Ой, у кого-то слышен микрофон, да? Построили Асуанскую... Это кто-то спрашивает, Николь. Да? Я не могу разобрать вопрос. Ну, если разберем. Если кто-то разберет, то можете мне перевести. Вот. Вот я на карте отметил даже положение Асуанской плотины. Она находится намного южнее, чем устье Нила. Тут просто тысячи километров, ну, там приличное расстояние, не знаю, тысячи или порядка этого, да? Потому что вы видите, Израиль где-то примерно здесь находится, ну, на большем расстоянии, чем Израиль. И вот крупным планом, вот это Асуанское водохранилище, крупным планом, оно огромное. Его протяженность 500 километров. От плотины до верхней части водохранилища. Оно из двух частей состоит. Нижняя часть, это называется озеро Насер. А верхняя часть, она уже в Судане. И она названа через какого-то суданского, наверное, деятеля. Там надо будет посмотреть, честно говоря, я уже забыл. Значит, строительство дамбы было начато в 60-м году. В 64-м уже начали заполнять резервуар. И к 76-му заполнили. Там довольно много воды. Это несколько летний ресурс воды Нила там сохранен. И, кстати, огромная проблема, что испарение. По-моему, порядка 1-3 воды Нила, которая доходит до Египта, она испаряется в Асуанском. И вот поскольку я уже знал, что искать, я нашел эти цифры. Просто так в Гугле очень трудно было бы до них дойти. Значит, вылов рыбы. Как изменился вылов рыбы в процессе заполнения водохранилищей? И вылов рыбы в Восточном Средиземноморье. Значит, как вы видите, от 35 тысяч тонн до 9 тысяч тонн упал. С 62-го по 69-й год. А такие, как сардины, там вообще было катастрофическое уменьшение. Ну и шримс, это креветки, тоже сильно уменьшилось. Что было до строительства этой плотины? Ежегодные паводки Нила, которые несли огромное количество осадков, взвешенной осадочной породы. И это течение в Средиземном море даже имело такое название – Нилстрин. Это как Гольфстрим, так же можно сказать Нилстрин. Оно было с очень четко определенными границами, шириной порядка 15 километров. И длиной оно доходило до Кипра и даже до берегов Турции. Вот можем посмотреть на масштабы до Кипра и до берегов Турции. Значит, я еще должен сказать, что в Средиземном море есть такое циркулярное движение воды против часовой стрелки. Вот так оно вдоль берега идет от дельты Нила, сносится к Израилю и возвращается обратно в западную часть моря. Поэтому вот этот Нилстрин, он действительно его сносило этим течением еще ближе в сторону берегов Израиля. И не только источник минеральных веществ, там фосфор и так далее, но и песок на израильских пляжах. Как мы знаем, последнее десятилетие – это катастрофа, убывание песка. Значит, вот связано с этим. Значит, цифры последнего наводнения, взвешенного материала, 57 миллионов тонн в год было. Вот это последнее наводнение 64-го года, которое еще до строительства плотины, до закрытия плотины, оно еще свободно прошло вниз. Ну и, соответственно, фосфат и кремний, которые тоже очень важны для жизни. Теперь можно вернуться немножко к общей картине. А какие же реки вообще впадают в Средиземное море? Вот эта карта современная. Вы видите, что после перегораживания, когда уже значительная часть стока Нила, она теряется в водохранилище и на ирригации, он уже перестал быть главным поставщиком воды. А реки Европы, напомните, Владимир, если вы помните, это Рон и По, это просто река По, да? Которая здесь впадает в районе Адриатики, как мне кажется. Значит, Средиземное море, на самом деле, это два резервуара. Если вы видите, между Италией и Тунисом очень узкий промежуток, и причем дно, оказывается, там поднято. То есть глубинные воды вообще плохо перетекают между Восточным и Западным Средиземноморьем. А поверху идет перетекание, но оно очень обеднено питательными веществами. А вообще Средиземное море, вот если я еще немножко на один слайд вниз, в нем приток воды от рек меньше, чем испарение. И вода, она притекает из Атлантического океана через Гибралтар. Но опять же поверхностная вода, в которой уже съедены полезные минеральные вещества, вы видите вот этот Атлантический океан здесь с синим цветом. Она идет в Средиземное море, а донные воды, которые более богаты минеральными веществами, они через этот же пролив возвращаются обратно в океан. Поэтому основная масса минеральных веществ, она, конечно, не из океана, она больше связана с реками. Мы видим даже соответствие, да, можно увидеть соответствие. Там, где большие реки впадают. Я вам напоминаю, темно-синие – это где мало планктона, а зеленый – там, где больше, а красный – там, где больше всего. Вот вы видите, красный в основном остался в Дельте Нила, но это совсем близко к берегу. До нас уже не доходит. Вот, между прочим, я подумал, одна из причин, почему рыбаки газы так очень сильно хотят, чтобы им дали далеко плыть, наверное, они стараются приблизиться к Дельте Нила. Ну и здесь, видите, наше родное Азовское море. Оно вот ярко-красным цветом и Черное море. Вот здесь, по-моему, кто-то мне может поможет. Мне кажется, это устье Дуная, что-то в этом духе, да? Это Дунай, Миша. Ну, не сам Дунай, а его устье. Устье. И, соответственно, увеличенное количество планктона. Это Дунай, а в Черное море – это Днепр, Буг. Да, но они все тоже перегорожены. Там часть впадает. А, еще есть горные реки со стороны Турции. И на них, как оказалось… Там есть речка Днестр, которая течет по границе с Румынией. И в Черное море. Да, и Днестр тоже. Как мы знаем, эти реки в основном перегорожены плотинами. И, по крайней мере, вот эти осадочные породы, растворенные вещества попадают. Там даже тот же фосфор может с полей смываться. А что, Дун не перегорожен? Ну, Дун, вы опять говорите о Базовском море. Почему оно плодородное, сейчас я вот дайте одну секундочку мне подумать. Может, действительно, это время об Азовском море сказать несколько слов. Дун тоже очень ограниченное количество питательных веществ, я думаю, сегодня несет. Но что хорошего в Азовском море, вот Анатолий Анимец нам поможет, поможет, оно мелкое. Кто знает, какая средняя глубина Азовского моря? Максимальная 14 метров, Миша. Ну, да, вполне возможно. А средняя, по-моему, около... А средняя 3,5 или 4,5 метра. А, уже меньше. Да. Ну, где-то я такие цифры. Но, короче говоря, питательные вещества там перемешиваются. Если в морях, где есть глубоководная часть, они какое-то время живут на шельфе, а потом постепенно-постепенно смываются на глубину, то в Азовском море совершенно наоборот. Они оседают на дно, там утилизируются и возвращаются в круговорот. Скажи, Миша, что волнообразование в Азовском море затрагивает весь донный грунт, весь находится в обороте. Да, да. Почему оно и желтое такое, серое и грязное, когда в нем купаться? Нет чистой воды почти никогда. Но плодородное, как мы уже видели. Да. Действительно плодородное. Поэтому эти версии, что загрязнение, фосфор с полей и так далее убивает жизнь, вот у меня большое сомнение вызывает. А вот еще, вы видите, то, о чем я упоминал, такая разительная разница, извините за тавтологию, между восточным и западным Средиземным морем. Вот здесь, между Италией и Тунисом, такая перемычка. И вот даже вот те реки, которые впадают в западную часть моря, тут же есть циркулирующее течение, которое против часовой стрелки. То есть их исток, он относится влево, он к нам не доходит. К нам доходит чуть-чуть от Нила, но в эту эпоху уже совсем мало. Вот. Такие дела. Что там у нас дальше? Сейчас я посмотрю. Миша, можно сравнить глубину Черного моря и Средиземного, вот в нашей части? Или, опять-таки, Толя, наверное, знает это на память? Может, больше знатоки, чем я. В Средиземном море важен шельф. Он имеет какую-то ширину. По мировым масштабам он относительно не широкий. Действительно, если кто-то сможет, может, поможет, но он, мне кажется, 10 или десятки километров. В других частях мира бывают намного более широкие шельфы. А дальше идет глубина. Если питательные вещества туда уходят, в Средиземном море нет восходящих потоков. Практически нет восходящих потоков воды. То есть, если что-то уходит, оно уходит и не особо возвращается. Ну, в Черном море, как мы знаем, тоже грустная ситуация. Если что-то уходит, оно там сироводородное, даже не очень бы хотелось, чтобы оно оттуда обратно поднималось. Хотя, я не знаю, может, если кто-то лучше знает Черное море, как раз хороший момент для комментариев. Это пример Средиземного моря. Мы видим, что перегораживание реки Нил привело к довольно серьезным последствиям. Не только уловы рыбы, но даже песок. А песок, оказывается, нужен не только для удовольствия купальщиков и строителей. Оказывается, он и для морской жизни очень важен. Хотя, казалось бы, кто кушает песок. Но об этом чуть-чуть позже. Вот еще один пример. Крупнейшая река Инд. На ней большие плотины, начиная с 40-х годов, строились плотины, но крупные плотины. Это 56-й, 67-й и 74-й год. После водохранилища и ирригации количество воды упало с 180 до 43 миллиардов кубометров за год. А вот эти взвешенные частицы, то, что можно условно назвать илом, от 400 до 100 миллионов тонн в год. И дельта Инда исключительно была плодородная. Она и для рыбы огромное количество такого окружения прекрасное создавала. Ну и там острова, там и сельское хозяйство, плодородные земли и все остальное. И это сейчас находится в катастрофическом состоянии. Ну, как одна цифра, связанная с уловами. Улов креветок в Пакистане в целом, сколько Пакистан вылавливает, в 10 раз упало. С 50-х до 80-х годов. И вот я нашел статью, к сожалению, еще не смог ее полностью проработать. Авторы пронаблюдали, что резкое, такое ступенчатое снижение как раз происходило в связи с возведением плотины. Вот то, о чем с Владимиром мы на предыдущей встрече немножко обсуждали. Но это требует, конечно, исследования более широкого. Теперь я вот нашел статью, которая называется «Влияние людей на поток осадков, грубо говоря, суши в море». И там статистика по основным рекам и вообще по основным зонам земного шара. И я смотрел, 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 а где же меньше всего? И обнаружил, что в Индонезии меньше всего, только 1% речных осадков остается в водохранилище. Значит, Индонезия, она вот здесь вот на карте, между Юго-Восточной Азией и Австралией. Замечательная страна, самая большая в мире исламская страна, где уже почти 300 миллионов населения, там 280, кажется, что-то в этом будет. Вот. Ну, как я уже говорил на предыдущей моей записи, вы можете видеть, что сейчас какой-то оптимизм появляется вслед за Пакистаном. Вроде бы и Индонезия так поворачивается немножко в сторону Израиля. Вот. И там вот я стал изучать, а что же в море вокруг Индонезии. И оказывается, там все хорошо, никакие всемирные потепления, загрязнения. Но вы представляете, страна с почти 300 миллионов населения, наверное, прилично может загрязнять окружающие моря. И рыбный улов буквально совсем за последнее время, с 2015 до 2019 возрос с 12 до 25 миллионов тонн в год. Вообще, индонезийцы очень любят кушать рыбу. Их вообще абсолютный вылов на втором месте после Китая в мире. И прибрежные зоны, они очень важны. Это 55% от вылова рыбы. И там вот эти бэдз, такие площади большие, покрытые морскими водорослями. Мангровы, это будет на следующем слайде такие. Деревья, которые растут в соленой воде, они окажутся очень важны. Коралловые рифы, устойчивые устья рек. Все прекрасно. А вот мангровы. Мангровы, я, честно говоря, как я уже Владимиру рассказывал, познакомился с этим понятием совсем недавно, потому что у меня есть товарищ Саша Гусетинер, который возводит порты. Вот те, кто возводят порты, они ориентируются во всем, что происходит в море. Оказывается, что есть вот такие деревья, способные расти в соленой воде. Ну, с умеренной соленостью. Они не просто растут, они утилизируют в пять раз больше углекислого газа, чем в джунгли. Почему? Потому что… Какой-то вопрос был или это что? Если есть вопрос, повторите, пожалуйста. Если нет, то я продолжу. Почему, значит, они утилизируют углекислый газ намного лучше, чем в джунглях? Потому что с реками идет большой приток питательных веществ. В частности, того же фосфора, там фосфор, азот. И, как говорится, вырастает новая биомасса, та, которая осаживается, она может частично морскими организмами использоваться, частично быть погребена и делать основу для новых отложений. А в джунглях там ситуация другая. Там нет такого явного массивного притока минеральных веществ, и там больше такая замкнутая система, где идет круговорот. И в тех странах известно, что в мире мангровые леса вот тоже чуть ли не уменьшилось в два раза их количество. Ну, вот за те же последние десятки лет. А в Индонезии они прекрасно, они сохраняются и процветают. Вот здесь это отражено, что 3 миллиона... Миша, скажи, что мангры растут в основном в эстуариях рек. Ну, спасибо, Анатолий. Это устье, если по-русски, да? Ну, за устьем, дальше, то есть там, где уже смесь соленой и пресной воды, да. И когда на реке возводится дамба, плотина, то вот эта масса ила, частиц, она становится меньше, и устье начинает размываться. Устье начинает размываться, а кроме того, если на ирригацию уходит большая часть воды, то и соленость в устье начинает повышаться. Тут два вида процесса. И только завершая Индонезии, и кораллы, и основные виды рыб, и общая биомасса рыб сохраняется, не уменьшается. А в противоположность тому, что у меня тут нет, не хватает места на карте, но вот где-то примерно здесь австралийский большой барьерный риф, и там река, небольшая относительная река, у меня уже Бурдекин, что-то в таком духе, она небольшая, но время от времени, раз в несколько лет, на ней бывали большие наводнения. И масса вот этих осадочных пород, она доходила до кораллового рифа. А когда они доходили, эти осадочные породы, там вода мутная, кораллам плохо, и ученые добрые говорят, что вот риф страдает. Вот мы давайте не будем, чтобы было поменьше этих наводнений, будет меньше мути, будет зелень лучше расти, меньше будет фосфатов отсушить, это одно. А с другой стороны, коралловый риф – это тоже такая очень хорошая замкнутая система. Он повторно использует очень много из органических и минеральных веществ, которые у него есть. Не дает им в основном выходить. Но все-таки какая-то часть уходит. И мое предположение, что вот эти раз в несколько лет большие наводнения, они как раз и компенсируют то медленное вымывание, которое происходит в коралловом рифе. Ну, вот это требует проверки. По крайней мере, я забыл сказать, что на этой реке Бурдекин как раз несколько десятков лет назад, таки да, построили плотину. Относительно недавно. Я не помню, может, 70-е, 80-е были. И как раз это соответствует эпохе, когда большой барьерный риф стал угасать. А Индонезия, наоборот, видите, там мало перегородили, и вроде все более-менее ничего. Что еще у меня есть? Я надеюсь, что я уже довольно приближаюсь к концу. А, вот. Еще важнейшие организмы, которых я узнал только, когда этой темой стал заниматься, которые поставляют огромную часть, чуть ли не половину фотосинтеза в морях и океанах, так называемые диатомы. Это одноклеточные организмы, в которых есть кремниевый скелет, из таких кремниевых, ну, как это сказать, ниточек кремния. Это, ну, окиси кремния, конечно. Кремния, оксида кремния. Оксида кремния. Это дает им и опору, но, оказывается, это действует еще как фотонный кристалл. Сегодня физики с нанотехнологией, они учатся делать такие структуры, проводящие свет, в которых период структуры связан с длиной волны света. И такие структуры могут усиленно проводить свет в нужной области. И где-то внутри этого одноклеточного существа есть тело, наполненное хлорофилом, и вот эти кремниевые структуры могут туда направлять. Поэтому диатомы, они очень эффективно используют свет, и особенно в северных морях их много, но и не только в северных. Мало света есть еще и в придонной части, и в обычных морях. Ну и кроме того, они мигрируют между поверхностью и дном. Короче, они составляют очень важную основу морской жизни и зависят от кремния. А кремния – это песок. Миша, повтори. Миша, на 30 секунд ты пропал. А, значит, диатомы, они составляют важную основу морской жизни и зависят от кремния. А кремния – это песок. То есть убывание песка в океане, в морях и океанах, оно действительно влияет на количество диатом. И мы видим вот этот очень тревожный индекс. На 1,22% в год последние 50 лет я возвел эту цифру 0,0122, вернее, единица минус этой цифры, степень 50, и увидел, что за 50 лет примерно в два раза уменьшается. Примерно соответствует скорости уменьшения жизни в морях и океанах. А кроме того, оказывается, железо в разных формах, оно тоже играет критическую роль для жизни многих организмов. И железо, оно тоже в большой степени поставляется с реками. Если про фосфор, например, можно сказать, что больше фосфорных удобрений смывается, и в море его, может, даже больше стало поступать, то кремнии и железо, они явно сокращаются из-за уменьшения потока рек. А кроме того, диатомы есть такие пинатовые какие-то. Тихо, может быть, чуть-чуть подать микрофона, чтобы звук не пропадал. Это я, к сожалению, это не из-за микрофона, это из-за интернета. Ну, что делать? Не очень хороший звук, да? Сейчас слышно меня? Слышно, да? Ну что? Да, сейчас надо. Самое главное в моем уровне. Запись, я надеюсь, останется, и она будет лучшего качества, потому что она на локальном компьютере. Вот. Есть, оказывается, такие диатомы, у которых есть особая структура, которые могут сохранять железо для будущего использования. Вот такие пинатовые диатомы. Ну, это как курьезно, очень важно, потому что, оказывается, это буквально открытие последних 10-20 лет, что огромные области в океане, они, в них жизнь ограничена дефицитом железа. Значит, для чего нужно железо? Ну, вот мы знаем гемоглобин, который у нас в крови, в нем есть железо для фиксации кислорода. Оказывается, нитрогеназа, тоже такой белок, он нужен для усвоения азота, и в нем тоже есть железо. И фиеридоксин, который участвует в разных процессах, но в том числе и в хлоропластах. То есть без железа нет жизни. И железо – это такой очень интересный элемент. В древних океанах, там, 2,5 миллиарда лет назад, его было огромное количество, потому что не было кислорода. Потом появились растения, которые выделили кислород, железо окислилось и ушло вниз. И сейчас есть уже такой глобальный цикл железа, оно где-то там опускается вниз, где-то в каких-то местах поднятие суши происходит, там, вулканическое и так далее, горные породы. И, размываясь с помощью рек, оно обратно возвращается к океану. То есть перегораживая реки, мы лишаем моря и океанной железы. Я боюсь, что мой элемент времени близится к концу. Я постараюсь уже сократить, как можно. Значит, есть места в океане, где не все так плохо, потому что минеральные вещества, они съедены в верхних слоях воды, а в глубине их довольно много. И вот тут одна из схемы, опфелинг по поднятию вод. Допустим, если есть регион, в котором устойчиво ветер дует от суши на море, отгоняет воду, и глубинная вода поднимается вверх. И эти регионы, они очень водоносны. Их очень много вдоль берегов разных континентов. Вот если вернуться к этой глобальной карте. Вы видите вот эти красные участки, где довольно много планктона, а никаких особых рек тут нет. Это чаще всего связано или из-за морских течений, или из-за ветра идет подъем. Это посадные ветры, Миша. Ну вот, спасибо, Анатолий. Они дуют в западном направлении, да? Анатолий? Нет, с горы просто вниз. Нет. Обратите внимание, что у вас... Нет, это не посадные ветры. Посадные ветры никак не могут. Это не посадные ветры. Это экватор, доль экватора дующие ветра. Все ветры дуют с запада на восток. С запада на восток. С запада на восток. Это может зависеть еще от полушария, да? Северная или южная? В северном полушарии ветра дует с запада. Запада. А вот здесь, обратите внимание, мы смотрим на южное полушарие. Это вот ревущие сорковые пронизывают весь африканский континент и идут в Атлантик. Вот эта красная полоска южнее, чем Гвинея. Вот это вот Агадан. Да, да, да. Все равно с запада на восток. Хорошие рыбные места. Поедем на рыбалку. Надо изучать. Обратите внимание на чьи. Так, это у меня, наверное, с интернетом. Большая рыбалка. Так, не у всех коротко интернет или у меня? Почему нету тогда в Израиле? Почему в Израиле? Почему этих пассатов нету в Израиле? А, почему у нас нет пассатов? У нас пассаты – это хамсины. Когда у нас хамсин, в основном у нас ветер дует с моря на берег. Да, в основном у нас с суда. А во время хамсина он дует обратно с сону. Но это мало. Михаил, Михаил, можно уже переходить к вопросам? Думаю, что да. Если может, сейчас. Ну, хорошо. Только одну фразу, что я не успел сказать. О важности донного слоя, что вот этот песок, осадочные породы, которые приносятся с реками, это не только минеральные вещества для верхнего слоя, это создание среды такой устойчивой для жизни на донном слое. И она очень важна, потому что, когда на шельфе хорошая жизнь на дне, оно потом перемешивается и возвращается и дает хорошие условия во всей водной толще. Ну, наверное, нельзя объять, необъятное. Давайте, согласен, давайте переходить к вопросам и комментариям. Я готов. Миша, тогда картинку, может быть, можно убрать? Или по требованию показывать ту, которая интересна. Хорошо, давайте я буду... Когда тебе надо будет, ты покажешь. Хорошо, давайте я остановлю свой шеринг. Стоп, шер, хорошо. Все, я остановил, а если будет требоваться, я буду возвращаться. Михаил, если можно, можно вопрос? Ну, да, давайте спонтанно, если станет слишком много, то председатель начнет реагироваться. Михаил Цибулевский, значит, на приеме, так что... Хорошо, давайте пока я попробую. Хорошо, можно, можно вопрос. Можно задать вопрос? Да, 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 конечно. Я не специалист в области моря и океана. Я специалист по физике атмосферы. Институт, которым я учился, был факультет океанологии. Это, видимо, наиболее близкий к вашей специальности. Я не расслышал, кто вы по специальности. Так, напоминаю, все, что вы слышали, это доклад дилетантов. Моя специальность – это компьютеры или обработка изображений нейронной сети. До данного момента, до того, что я услышал вас, я сегодня утром уже прослушал ваш доклад и вашу дискуссию с Владимиром, которая была в интернете. Поэтому я сейчас слушал вас второй раз. И я в восторге от ваших выводов, от ваших исследований. И мне показалось тоже, что вы не очень-то специалист в области моря и океана, а вы сейчас работаете где? Я работаю в Технеоне. Но вот я очень надеялся, что Михаилу Козлову удастся хоть кого-то из специалистов сюда привезти. Я не знаю, я не могу считать себя специалистом. Я не знаю, могу ли я считать себя каким-то специалистом в области. Кто-то один говорит, или вы говорите, или я буду говорить. Все, все, все. Я не знаю, могу ли я одной во всяком случае какая-то близость к тем вопросам, о которых вы сегодня рассказывали. Ну, близость какая-то все-таки в моей специальности есть, как специалист по физике атмосферы. Что мне очень понравилось? Мне понравилось то, что вы нашли некий параметр, который, то есть, пытаетесь связать коррекционно с разными процессами. И этим параметром является, то есть, масса планктона. Значит, и, конечно, мне кажется, что это очень интересное направление, которое надо, безусловно, продолжить. Если бы только в моих силах было бы вам как-то помочь, я бы, безусловно, вам бы помогал бы. Но, к сожалению, моих сил в этом плане уже нет. Но я хочу вас спросить, вот исходя из ваших исследований, вот у нас Миша Козлов активно пропагандирует освоение побережья Средиземного моря. А сегодня мне послали статью и звонил мне товарищ, который разработал проект прокладки автомобильной дороги или вообще дороги с севера, значит, до юга, прямо по бережу, прямо по морю. И я являюсь противником всех этих вот работ, которые направлены на использование нашего Средиземного моря. для того, чтобы продолжать развивать наше государство и принимать еще много и много, так сказать, репатриантов. И я этому товарищу напрямую сказал, что я сторонник того, чтобы наши автомобили, так сказать, были пущены под землю. Вот, типа, там метро, которое есть в Москве, и так далее. И как-то я, так сказать, на одном из семинаров сказал, руки прочь от Средиземного моря. Вот я хочу вас спросить, вы на такой же позиции или вы все-таки считаете, что Миша Козлов прав, и надо, давайте будем, так сказать, строить острова и всякие, так сказать, дороги по Мертвому морю, по Средиземному морю, извините. Вот, исходя из вашего исследования. Я понял, что в вашем исследовании вывод такой, не трогайте Средиземное море. Вот, исходя из этого. Потому что, потому что, ну, человечеству некуда деваться, мы развиваться, безусловно, должны. Мы вырубаем леса, мы вырубаем, так сказать, кислород и так далее, и так далее. Но все-таки, если есть возможность не трогать море, нам нужно, так сказать, исходить из этого или, так сказать, вот двигаться в сторону использования моря, строить там острова, дороги и так далее. Я понял ваш вопрос. Спасибо. Я только... Время, время. Для того, чтобы закончить свое выступление, я хочу вас спросить, предложить. Одесском гидрометеорологическом институте, сейчас это экологический университет в Одессе, там есть прекрасный факультет океанологии. И вы вполне можете туда заглянуть, я не знаю, по интернету и получить там много-много материалов, которые бы помогли бы ваших исследователей. Все, спасибо. Я вас слушаю. Спасибо большое, Леонид. Несколько моментов. Я постараюсь очень коротко. Если начинать с последнего, мой опыт показывает, что контакт с любыми учреждениями очень хорошо на личной основе строить. Если у кого-то есть близкие какие-то контакты, это может очень помочь. Значит, вторая тема касается Средиземного моря, строительства. Прежде всего, может, надо попробовать по Нилу перебрасывать. Вот мы обсуждали с Владимиром, Анатолием, и рядом других товарищей. А можно ли попробовать так, чтобы оставить это водохранилище, но какую-то значательную часть Нила перебрасывать? Или сделать спрос воды? Я слышал эту мысль, я слышал эту идею, и я две руки поднимаюсь за. Вот, это значит, у нас такая активная группа, и я вас приглашаю стать ее участником, уже обсуждение есть. Значит, вторая тема, строить вдоль побережья Средиземного моря, надо действительно с большой осторожностью, чтобы для вот этого потока песка, который все еще есть, может, если кто-то переброской займется для будущих потоков, чтобы оставлять в ворота. И третья часть, мое личное предпочтение, как уже многие знают, это строить плавучие дома на озере Кенерет и на Мертвом море, чтобы ограничить испарение. Там как бы двух зайцев. Вернее, двух зайцев убивают, да? Михаил, я прошу прощения. И у меня есть еще одно предложение. Михаил Козлов, я чувствую, я не справляюсь с такой большой аудиторией. Я бы передал вам простые председательства. Поэтому следующий задает вопрос, значит, у нас Олег Пемский, он записался. Михаил, Семен повесил там плажок. Я вижу, вижу. После него. Так, Олег, пожалуйста. Здравствуйте, я тоже математик, поэтому у меня вопрос ближе, так сказать, к вашей специальности. Не проняли ли вы построить какую-нибудь математическую модель, позволяющую проводить хотя бы экспресс-оценку влияния гидротехнических сооружений на, это два опроса будет, первый, на биоресурсы морей? Ответа нет, но если будет заинтересованный человек, может, стоит проверить, насколько эта область развита, и можно ли в нее вписаться. Следующий вопрос. Нет, у меня еще... Ну все, я... Я прошу прощения, прощай. Давай, перейдите. И с пол... Вот сразу такая вещь. Очевидно, можно нейросети здесь применять, вот они прямо просматриваются, в которых вы специалист, определяют значимые, незначимые параметры. У вас нейросети можно очень хорошо обучить, уже на осмотрных ваших примерах. Как вы думаете по этому поводу? Давайте оффлайн обсуждать с большой радостью, но в таком коллективе обязательно должен быть специалист из прикладной области, специалист по морям и рекам и все остальное. А ну давайте, если вам интересно, я вас увижу с одним человеком, которым этим занимается, нейросетями, профессор Мясницким, он делал доклад на семинаре, это уже несколько сомнительной задачей, на мой взгляд. Ну а здесь напрямую, на мой взгляд, это сказать... Но нужен обязательно специалист по морям. Без него... У нас по морям должен был быть Исаак Гертман, значит, из Технеона, но он сейчас занятия со студентами может подключиться. Следующий, Олег, Семен Ройтман, прошу прощения. Семен, давайте. Всем добрый день, и добрый день вам, Михаил. Минута вопрос, минута, Семен. Значит, у меня вначале будет вопрос, а потом уже... Вы не почувствовали противоречия между тем, что народ хочет в речке купаться, народ хочет видеть чистые реки, так, а в то же время для питания, значит, рыбной биомассы, скажем, значит, как раз наоборот нужно, чтобы как можно больше органики с материка перешло в морские просторы, чтобы была среда... Ну, вопрос, Михаил, пожалуйста, отвечай. Я понял вопрос. Он очень важный. Нужна ли органика? Вы понимаете, если с реками придет достаточно минеральных веществ, для морей это лучше всего. А органика как раз огромный вред в водохранилищах? Вот это те, кто говорят о всемирном потеплении, они же и вспоминают, что метан, который образуется при перегнивании вот этих илосных масс в водохранилищах, он убийственно действует. То есть сейчас в Америке и в других странах есть движение такое. На многие плотины были соглашения на 50 лет в среднем. Когда строили плотину, там штат давал лицензию на 50 лет. По истечении этого срока должны штат либо перезаключить, там ее надо проверить, подремонтировать и так далее, что дорого стоит. Или снести. И вы знаете, на каком-то количестве средних рек, не на очень больших, сносят плотины, и река оживает. И вдоль русла реки там и рыба появляется, и гнилостности меньше. И устье реки восстанавливается. Вдруг образуется устье. Следующая жизнь. А? Да, да. Так, Михаил, все ясно. Следующий у нас Валентин Кеникс. Михаил, я занимался речкой Кишон, Лохи, Александр. Валентин Кеникс, это уже выступление, Семен. Написывайся на выступление. Так, Валентин Кеникс, пожалуйста, вопрос ваш. Валентин, включите микрофон. Микрофон включи, Валентин. Внизу у вас на компьютере вот есть значочек микрофон. Ну хорошо, вы пока освоите. Следующий у нас Альберт Ноткин. Валентин, когда включите микрофон, я вам дам слово. Альберт Ноткин. Альберт, включи микрофон. Альберт, включи микрофон. Сейчас слышно? Да. Спасибо. Я хотел поблагодарить докладчика. Очень мне понравилась система. Ну это вопрос. Да, вопрос у меня вот такой конкретный. Вообще, вот мнение все-таки самого докладчика относительно идеи, которую я поддерживаю, идеи Михаила Козлова, освоения прибрежной части. То есть, это не значит, что все до всего побережья мы будем решать, а можно ли выборочно, с учетом тех обстоятельств и проблем, все-таки осваивать, за что я, так сказать, тоже голосую полностью, осваивать это побережье и часть, может быть. Это позволит, не позволит ли это установить легче контроль со всеми нарушениями. Я понял ваш вопрос, готов очень коротко ответить. Действительно, нужна... То есть, это не вмешиваться, но разумно. Нужна математическая модель, как вот эти массы песка, допустим, и минеральных веществ, как они шли в хорошие времена, когда было наводнение Нила. Может, Египет решит, что ему нужно избавиться? Хотя это очень сложное решение. Вы знаете, у Египта размыло Дельту. Там огромное пространство, десятки, может, сотни километров плодородной земли в Дельте исчезают. Может, они решат, что надо как-то переправлять большую массу Ила вниз, и тогда уже нужен научный коллектив в Израиле, чтобы понять, какие сооружения вдоль побережья позволят новым массам песка ограничить органические вещества. Следующий записался Евгений. Я не знаю, кто он. Евгений, пожалуйста, включите микрофон. Да, я хочу немножко сбить ваши фантазии ваши. Это полезно, спасибо. Я хочу сказать, что никаких этих самых моря можно не соваться. В Москву через Шамрон есть иудея. Этого вполне достаточно, чтобы освоить эти территории надо. Во-вторых, я как бывший работник Министерства современного хозяйства могу сказать так, значит, у нас была большая флотиля возле Чили, которая там находилась безвылазно. И, кроме того, что еще хочу сказать, то, что вот мангровые заросли, самый северный ареал находится на Симайском полуострове. Я сам лично их наблюдал, не находился там. И вот вообще сама идея ваша очень интересна. Вы рассмотрели. Что касается окись Си-О-2 Кремния, то очень можно просмотреть, как это в течение метра все происходило. Потому что, если мы посмотрим в легене... Евгений, прошу прощения, это выступление. Какой вопрос у вас? Запишитесь на выступление. Я хочу сказать, что есть... Я просто скажу два слова. Есть такие полосы кремниевые. Когда вы путешествуете по Негиеву, вот это можно проследить, как с веками это менялось полмиллиона лет назад, миллион лет назад. Это тоже такая идея. Ну все. Большое спасибо. Мысли, как дальше работать. Тут был вопрос и ответ. Следующий Михаил. Я надеюсь, Михаил Козлов соединит всех заинтересованных в такое более компактное обсуждение. Буду очень рад. Я думаю, что мы все соединены. Так, Михаил Карповский, пожалуйста. Я хотел сказать следующее. Ну, во-первых, спасибо большое за интересный доклад. Вот. Дело в том, что все плотины, практически все плотины, имеют специальные отводные каналы. По ним можно спускать большие массы воды. Ну, соответственно, совсем, что в ней содержится. Это первое. И второе по поводу Черного моря. Кислородный слой, насыщенный кислородом, кончается где-то примерно на 300, насколько я помню, метрах. Далее идет совершенно безжизненная зона. Мертвое море, вот это Черное море, оно мертвое. 200, 200 метров живого. Ну, 200 метров, может быть, 200, 300, но не глубже. Михаил, вопрос. Осуждение больше, чем вопрос. У меня вопрос к знатокам. Я ищу что-то такое. Где больше рыбы вылавливалось? На шельфе или в открытом море? Обычно на шельфе, несмотря на то, что он небольшой, подавляющее число рыбы, количество рыбы на шельфе часто вылавливается. Я прошу прощения. Следующий у нас Авраам Шардопольский. Спасибо. Добрый вечер всем. Михаил, у меня к вам вот такой вопрос. Известно ли вам, что сегодня ведутся работы по укреплению утесов Средиземного моря, утесов, состоящих из кальциевых пород, они разбываются, и сейчас ведется работа по их укреплению. Вопрос. Кто проектировал эти работы и примерно какой участок Средиземного моря сейчас облагораживается, защищается? Это вне моей компетенции. Очень извиняюсь. Только одно слово. Если бы было достаточно песка, видимо, этой проблемы бы не было. Это все благодаря... У меня такой вопрос обычно к моим знакомым. В Израиле мало рыбы, виноват Хрущев. Объясните, почему? А оказывается, мало рыбы и мало песка. И размывается берег. А, он еще нашу территорию, оказывается, убавляет. Он... Это точно. Авраам, на ваш вопрос есть небольшой ответ, отдельно поговорим. Есть информация. Так, я смотрю, вопросы закончились. Так, переходим к обсуждению. А Ефим Богомольный это обсуждение или вопрос? Да, 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 да. Вот Ефим Богомольный, так, значит, ему пять минут предоставляет... Если можно, один короткий вопрос. А, ну давайте вопрос, а потом, значит... Один короткий вопрос Михаилу, может, ему это понравится, кстати. Вы занимаетесь численным анализом. Вдоль побережья Израиля есть поток, который идет, который приносил песок с Нила. И то, что мы сегодня не получаем, размывается берег. Это известно. Да, да. Создали Решут, Метапелет, Бехуфей, Израиль, то есть вообще ерунда какая-то. В то же время Аза получает дополнительно берег. У них наращивание. Кстати, Израиль это построил, чтобы наращивалось. Почему бы нам не построить модель, которая бы посчитала это все? Песок идет, просто меньше. Его можно останавливать. Я понял. Ну, вопрос к специалистам. Предлагаю связаться, будем это делать. Попытаемся. Такие модели уже... Я должен сказать одно слово. Михаил Козлов, можно? Есть программа Flow Vision, фирма Tesis, которая считает очень много всего по всему миру. Это мои старые-старые друзья. Я с ним говорила, они говорят, ты один, ничего не потянешь, собирайте организацию. Я сказал. Мы на предыдущих двух конференциях затрагивали этот вопрос, значит, и немножечко информации есть. Так, пожалуйста, Ефим Богомольный. Пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Прежде всего, докладчику и организаторам. Спасибо за это интересное. Хотел просто добавить Мишин аргументы, что плотина приносит непоправимый вред биологической жизни. Она также приносит вред, непоправимый вред и социальной жизни. И вот я посылал Мише эту статью Гая Бехора по поводу того, что как плотины на библейских реках Тигры, Ефрат и на Ниле, о котором он подробно рассказывал, действительно вмешиваются в социальную жизнь и приводят к потере воды, потере сельскохозяйственных возможностей и в итоге к всяким бунтам. И Гай Бехор очень подробно об этом написал. И я, готовясь к этому семинару сегодняшнюю, нашел даже у Нитамьягу о том, что одна из причин вот этих противоречий в арабском мире это постройка плотины в Турции, верховья Турции на Тигре и Ефрате без согласования с Сирией. И в итоге там уровень, так сказать, сельскохозяйственный уровень просто катастрофически упал и также был одним спонсором вот этого, так сказать, преслабутой арабской весны. И кроме того, я хочу добавить вот Мишин доклад, что наблюдал в молодости, что вот эти необходимые, неизбежные строительства водохранилищ колоссальнейших, которые требовались. Я просто свидетель такого водохранилища, в 64-м году мы ходили на затопленной топляком реке Бирюса при строительстве Красноярской ГЭС. Полностью реки были затоплены и мы в сапогах ходили по реке как по сухой земле. С этим же топляком мы встречались потом и в Карелии, и на севере и на Урале. То есть плотина как источник энергии осталась в 20-м веке вместе с паровыми двигателями и она ушла в прошлое просто-напросто и нет ему будущего естественно. И попытки создавать типа плотины или острова в Средиземном море этот негативный опыт должен быть очень тщательно изучен, чтобы, наверное, все-таки пресечь использование Средиземного моря таким образом. Спасибо. Так, пожалуйста, Юрий Бак. Сейчас уже мини-доклад. Юрий Бак. Значит, я хочу тоже поприветствовать докладча, который затронул хорошую тему. Но я работал в Министерстве Судостроительной Пробышенности и мы проектировали рыболовный флот. И то есть информация в нашем Центральном консультантном бюро по рыбе, питанию и так далее была всемирной. Весь мир мы знали, где какие океаны, потому что наши суда бороздили абсолютно все моря и океаны. Я не знаю, где автор взял вот эти вот по вылову и питание, но у меня сведения совершенно противоположные. То есть рыбы много и она на всех горизонтах и даже в Марианской впадине нашли живую жизнь, что там тоже есть. В том числе и с плотиной значит на Ниле. Действительно там это катастрофа для Израиля, потому что до того, как была построена плотина, в Израиле было столько песка, но это отдельный доклад, конечно, двумя-тремя минутами не обойдется, что Израиль торговал песком даже в зарубежных странах. Это очень хороший песок для строительства, фундаментов и прочее. Когда перекрыто было, вдвое упало количество песка, вымывая Нилом, а поскольку миллионы лет уже эти течения были, они наносили песком, а это отдельный доклад, я не хочу сейчас углубляться, вымывалось, то сейчас песок меньше стал, а вымывается больше, столько, сколько и миллионы лет назад. У нас рушатся берега. Эту проблему я еще знал до приезда в Израиль. Я занимался проблемой спасения Черного моря от сероводородной зависимости, что человеку тоже мы решали по какой-то мере. И Черное море Средиземное, оно когда-то находилось намного ниже мирового уровня океана. Это тоже отдельная тема, может быть, которая была бы интересна. Вот эти Атлантиды затопления нашли сейчас в Египте затопленный город целый и моря. И Черное море, поскольку я им занимался, в течение двух лет мне инвестиции давали большие, то Черное море, оно называется течение как велосипед. То есть два огромных кольцеобразных течения, порядка 2000 километров. Это такой маховик водяной, который вращается, велосипед Черное море назвали двух. Средиземное море, которое близкое по духу Черному морю, тут пять таких течений, которые маховики, то есть вращается не просто течение, струк, как речка идет, это маховики, которые диаметром два с половиной, три тысячи километра, до Средиземного пять. Автор, немножко там неправильно, но я трезавец, у нас критика запрещена, поэтому очень много проколов, он по тематике, ему простительно, как говорят. Сам сказал, что он как дилетант. Ну, интересный доклад был. Что касается, значит, мне понравилось выступление Деневича, хотя у меня с ним были немножко натянутые отношения, вот, но он сказал правильно, нельзя, поэтому с теми проектами, которые шоссейные дороги строят и так далее, там даже спорить не надо, потому что они будут запрещены, у нас есть институт океанологии в Израиле, я с ним работал, когда приехал, меня пускали в архив, и те же проекты, которые были подобные, острова, насыпные и тому подобное, на них стоит гриф запрещено, там Хайский технеон сделал порядка, за 40 лет сделал порядка сотни проектов насыпных остров, здесь стоят запрещены, экологи запрещают, и это строить никто не будет, поэтому можно на эту тему даже не спорить. Теперь, как спасать берега, поскольку я занимался Черным морем до приезда вот этого спасения, ну, и работал по морям и океанам, я не считаю себя большим специалистом, но все-таки немножко в курсе дела, вот, то я сюда уже приехал в Израиль, я знал эти проблемы, мне присылали, еще я был, я киевлянин, сам присылали в Киев то, что тут творятся, и берега, потому что я заранее готовился к приезду в Израиль и отработал, как спасти берега. Я 25 лет в Израиле. Юра, у вас минута. Да, я могу вообще не говорить, я просто, что интересная тема, но надо этим заниматься на профессиональном уровне, понимаете, не окончил. Спасибо. Хорошо. Можно вопрос к Юре короткий? Конечно, конечно. Это очень здорово, что вы Черным морем занимались. Что с количеством рыбы и с уловами в Черном море произошло там за последние, ну, я не знаю, полвека или даже больше? Значит, как сказали тут выступающие, действительно, значит, сероводородное загрязнение поднялось сейчас свободной воды меньше уже 200 метров, а в центральной части Черном море 14 метров свободной воды. Вот, и Черное море, если не спасать, ну, самое главное, оно не умрет, но при землетрясении, как вспышка, этот сероводород, который накоплен, там, триллионы и так далее, сероводорода, он растворенный в воде, он не то, что сероводородом, он растворенный в воде, ну, как сахар в стакане мы растворяем, ложечку, она сладкая вся вода, вот, то это может, значит, покрыть сероводород, если вот в 27-м году было землетрясение, когда столбы сероводорода были, если мне дадут, значит, минуту лишнюю, то, значит, такой был адмирал Захаров, он был командующий Черноморского флота, и когда во время войны глубинные бомбы бросали, то это была засекреченная информация, я с сыном отбирал этот закон, по Черноморской проблеме работал, то выбрасывали столбы пламени, он вырывался, и он подал правительство, еще при Сталине, что надо сероводородом заниматься, потому что это будет трагедия. все уже, Юра, я прошу прощения, интересную информацию, но уже... Вопрос-ответ, конечно, за минуту такие вопросы не решаются, но спасибо, что дали слово. Следующие пять минут у меня, после этого пять минут у Павла Кудрявцева. Миша, полсекунды можно, Миша, Миша? Я восхищен сегодняшним выступлением Юрия Бака. Чудесно. Я знаю проблему сероводорода в Черном море, я учился в институте, и знаю ее, Юрий Бак абсолютно прав, и он правит, правда, рассказывает о состоянии сероводорода в Черном море. Это большая проблема, которую придется решать в будущем. Согласен. Леонид, извините, я вас не перебиваю, в институте выступал с докладом по этой тематике. Спасибо. Ребята, об этом можно говорить еще, наверное, очень долго. Так, значит, ну, Леонид, значит, насчет того, что вам написал ваш корреспондент по прокладке Дамбы, так, эту проблему на протяжении трех последних конференций мы обсуждаем, так, есть там, значит, у нас доклады, так, но, значит, мы же и совершенствуемся, так, и вот с директором, значит, и так далее, значит, так, почему этот товарищ профессионал, он нам подсказал решение, так, поэтому я советую этому товарищу прочитать наш доклад на конференции, и он, наверное, более, значит, лучший предложит вам проект. Теперь насчет плотин, так, значит, мне кажется, что решать вопрос переноса ила, значит, там за счет, допустим, значит, барж, или как-то перекачивать, значит, этот тыл, значит, от этого надо уходить, так, надо уходить от глобализации, значит, технологии стоят уже децентрализованные, так, в принципе плотины нанесли большущий, колоссальный вред природе, значит, и вот Михаиле об этом прекрасно рассказал, значит, так, и решение, наверное, самое простое, плотины, плотины надо убирать, такие плотины, и заменять их, значит, на интеллектуальные системы, на интеллектуальные дамбы, которые бы размещались вдоль всей реки, вдоль течения, если это ил 500 километров, то это, значит, 500 километровые гидротехнические сооружения, это должны быть интеллектуальные системы, значит, саморегулирующие системы, которые позволяли бы с одной стороны при необходимости накапливать воду, регулировать поток, значит, регулировать, значит, движение ила, песка и так далее, вот возьмем сейчас НИУ, значит, сейчас, значит, создалась конфликтная ситуация, значит, на границе между, на Эфиопии строят плотину, еще меньше будет плоская песка, значит, Асуанская плотина, так, это, значит, учитывая то, что Асуанская плотина и все любые плотины, так, это просто опасные сооружения, вот представьте себе, прорвая, прорвет эту плотину, что будет, если, допустим, какая-то диверсия, что будет, так, системы должны быть децентрализованы, системы должны быть интеллектуальны, так, вот здесь, значит, у нас, значит, и Михаил, значит, Цибулевский, так, значит, и, значит, Анатолий Пенский, значит, так, это те люди, которые связаны, значит, вопросами и модулирования, значит, и нейронных сетей, значит, это как раз те задачи, значит, для будущих систем, вот таких регулирований, значит, вдоль рек, значит, в том числе эти системы, значит, не только искусственным интеллектом должны быть наделены, они должны быть наделены искусственными эмоциями, потому что это, в принципе, саморегулирующиеся системы, это, по сути дела, интеллектуальный агенток будет, значит, они будут хорошо вписываться в будущую систему, значит, Регулирование всего народного хозяйства. Таким образом, переход от мощных систем, энергетических или каких-то других децентрализованных систем, это просто тенденции будущего. Вот что я хотел бы сказать. А плотину надо разрушать. Чем быстрее, тем лучше. Можно вопрос к Михаилу? Пожалуйста. Дело в том, что Асуанское водохранилище, оно же еще и резерв воды дает. Совершенно верно, Михаил. Если мы сделаем дамбы дилектуальные вдоль всей реки, таким образом мы можем отводить необходимое количество воды для каждого участка вдоль, регулировать. Более того, если, значит, воспользоваться тем, что предложил, значит, Куклев, так, значит, это подводные дамбы. Подводные дамбы, которые не будут мешать проходу песка, но они будут регулировать. И вот, по сути дела, это вот такая многопорожистая система, так, она позволит регулировать. То есть, есть новые приемы, которые позволяют очень аккуратно, значит, гладить природу по головке, так, но не насиловать, как это делается сейчас с помощью вот этих мощных дам и плотин. Я прошу прощения, следующий у нас Павел Кундрявцев. А Семен Ройтман, да, вы хотите, или вы хотите сейчас задать вопрос мне? Нет, я выступить хочу. Выступить, тогда Павел Кундрявцев. Хорошо, спасибо. Очень интересный был доклад, конечно, много аспектов необычных оказалось, но я бы хотел сказать следующее. Ну, во-первых, по своей молодости я в свое время принимал участие в гидрологических исследованиях Камского и Воткинского водохранилищ, поэтому, как бы, немножко с гидрологией водохранилищ и работой гидростанций на водохранилищах я знаком. И с ситуацией на этих, во всяком случае, водохранилищах. С другой стороны, по отношению к морю мы очень много изучали гидрохимию морей, морской воды в частности, и именно с целью излечения редких рассеянных элементов из морской воды. Изучали состояние практически всех химических элементов в морской воде. Значит, я хочу сказать следующее. Конечно, да, строительство того же каскада гидростанций на Волге, в частности, это привело, прежде всего, к тому, что в бассейнах реки Волги исчезли осетровые. И на сегодня, потому что это именно та рыба, которая осуществляла миграцию из Каспии по верх по Волге. И поскольку плотины перекрыли, значит, то вот миграция этих рыб исчезла, естественно, популяция осетровых рыб уменьшилась. И на сегодня практически, ну, я могу сказать так, я сам лично стерлить вылавливал и в Камском водохранилище, но я могу сказать так, она там появилась только благодаря жизнедействию человека, поскольку специальные службы занимаются разведением и высевом подобной рыбы в соответствующих водоемах. Значит, но, с другой стороны, на другие типы рыб, которые не осуществляют большую миграцию, в общем-то, их в этих водохранилищах огромное количество. Значит, думаю, конечно, статистики у меня нет, как ее ловить, но сам я лично участвовал в вылове различных рыб и щуки, окуни, ерши там и другие вот эти вот как бы лещи там и так далее. То есть их огромное количество и проблем с ними, в общем-то, как бы нет, они там развиваются. Значит, хотя, с другой стороны, вот действительно перекрытие, значит, тут приводит к чему? Во-первых, с точки зрения химического и с точки зрения водного баланса, само по себе перекрытие реки, оно не приводит к изменению химического состава. То есть как вода проходила через гидростанцию, так она и проходит сейчас. Другое дело, что затруднения для передвижения рыбы. Это, безусловно, да, согласен. То есть вот это вот. А с точки зрения того, что вынос химических веществ в море и плотины влияют на это, у меня, честно говоря, большие сомнения. Кроме того, могу сказать, поскольку... Да, осадочные породы. Короткая речь. А, что вы говорите? Осадочные породы, которые... Ну, песок ил, который лежит. Песок ил. Я хочу подвести к этому. Значит, мы изучали состояние в морской воде практически всех химических элементов. Могу сказать, значит, на сегодня, что D и многие P элементы, F элементы, они неустойчивы в морской воде, вообще нестабильны. То есть они образуют химические соединения, образуют твердые осадки и садятся на дно. Поэтому при попадании, значит, вот этих вот элементов в морскую воду, они сразу ведут себя, осаждаясь над ними ила. Значит, и поэтому, кстати говоря, вот месторождения, те же марганцевые конгрессы и железо, вот если поднять, значит, ил с морского дна, он очень богат по железу, по марганцу и по ряду других химических элементов. Именно из-за того, что они неустойчивы в морской воде. Значит, здесь ситуация примерно та же самая, это относится и к фосфору. Он тоже не очень устойчив в морской воде. И он, по идее, значит, при выносе, допустим, тех же удобрений, если вот вы считаете из речной воды попадение в морскую, значит, происходит осаждение. И, по идее, вот в дельте, в зоне дельты они должны садиться. С кремнием ситуация тоже такая, он тоже неустойчив, но у него есть другая ситуация. Кстати, и у фосфора это тоже относится. Они склонны образовывать коллоидные соединения, которые являются твердыми веществами, но они устойчивы к седиментации. И вот эти вот коллоиды переносятся. И, кстати говоря, диатомовые водоросли, значит, которые свой скелет строят, они берут именно оксид кремния из коллоидного состояния, из коллоидов в воде и формируют свой скелет. Поэтому, что могу сказать, значит, вот у меня тоже есть сомнения, что все-таки, значит, вот эти вот фосфор и другие элементы, выносимые из рек, они как-то сильно влияют на биогенную флору, вернее, фауну моря. Честно говоря, я сомневаюсь, потому что эти все системы нестабильны, и они должны просто сразу уходить на дно морское. Поэтому тут у меня как бы вот с этой точки зрения есть определенный вопрос. Хотя это надо изучать, надо смотреть, именно делать анализы, смотреть, как идет сток, как распределяются химические элементы. Там, тогда, исходя из этого, можно будет делать какие-то выводы. Но с точки зрения именно химии, которую мы изучали, с точки зрения химии, значит, гидрохимии моря, я могу сказать, что это все неустойчивые системы, и они не должны, как говорится, сильно влиять на это все. Спасибо. Можно полминута. Ну, факт, и ила, и песка меньше. Поэтому, да, эксперимент показывает, значит, что песка и ила меньше. Дело в том, что донная жизнь на шельфе, там, где глубины 50 метров до 100 метров, она как раз использует все эти наносы, эти организмы умеют с этим жить, и они возвращают это в толщу воды. Я бы очень хотел познакомиться с людьми, которые хорошо знают эти процессы. Тогда можно было бы интересную дискуссию. Я тут могу многое подсказать. С точки зрения, конечно, биологии, там, гидродинамики, я не специалист. Коллеги, это очень интересно, и есть смысл, значит, общаться друг с другом, так? И, наверное, есть смысл проводить еще дополнительные семинары. Так, следующий Семен Ройтман, 5 минут, не больше. И после него Феликс Куперман. Значит, уважаемый Михаил, вы, конечно, молодец, что вы, так сказать, не побоялись сказать, что вы дилетант. Но это как раз вам откроет с сегодняшнего дня доступ ко многим вещам. Все, что вы здесь услышали, в том числе имеет отношение к этому. В 2001 году по заказу Керенка Эммет я занимался вопросами очистки воды в реке Кишон. Там как раз все это было в самом таком агрессивном состоянии. Пример, в 2003 году, после кучи исследований, я предложил, значит, не пугайтесь, я предложил трехступенчатую очистку этой реки с помощью небольших плотин. Но я сделал конструкцию таким образом, чтобы накопление ила можно было нейтрализовать. Значит, об этом было доложено на одной из конференций в Южной Америке. Дальше последовало, значит, я изучал также, меня пригласили туда, значит, по поводу речки Лохиш. Есть такая речка возле Аждода. Вот, там ситуация не менее тяжелая. Вот, и все-таки люди хотели видеть чистые реки. Они не задумывались о том, что где-то вся вот эта вот компания, значит, веществ, которые нужны для развития биомассы в море, находится в этих реках. Значит, можно найти компромисс, который решает и то, и то. Значит, дело в том, что я по своей основной, так сказать, специализации системолог. Поэтому я смотрю на эти вещи, я не люблю это слово, но, скажем так, в комплексе, в системе. А не отдельно один момент, второй момент, третий. Вот, теперь, это было еще связано с тем, что я занимался применением водных растений для поглощения избыточной биомассы, которая имелась в воде этих рек, в озерах сточных вод и так далее. Поэтому все то, что вы сегодня говорили, мне, конечно, известно, но, видимо, должны быть, многие вопросы должны решаться коллегиально. Я имею в виду узкие вопросы научного и прикладного характера. Теперь по поводу зацепленного здесь вопроса о побережье. Значит, есть ситуация де-факто. Сегодня никто плотину не сломает, сегодня никто еще достроят даже. Значит, надо думать, как выйти из этой ситуации. Вот, поэтому в том числе я предложил пакет предложений по строительству конструкций в Средиземном море. Первый объект – это искусственный остров на глубине примерно 400, от 300 до 500 метров. Это напротив Роша-Некра. Это остров, который бы производил до миллиона кубов воды опресненного и энергии. Следующий компонент этой системы – это аэропорт морского базирования. Семен, Семен, это уже по искусственным островам, это уже не по теме. Давай возвращайся к теме. Секундочку. И трубная транспортная система. Диаметр трубной транспортной системы – 21 метр. Это позволяет уместить целую кучу всяких и железной дороги, и тяжелые грузовики, легкие транспорты и так далее. Вот это в совокупности дало бы создавать более узкую зону, привязанную к нам. Мы должны будем уйти в море. Нам нет другого решения. Вопрос только о том, какие перспективные направления, какие попозже и так далее. Семен, Семен, это предмет отдельной конференции. Отдельный секретарь. Все, там кто он? Да, Феликс Куперман, пожалуйста. Сейчас, Михаил. Поэтому, если вы слышите, значит, найдете меня. Ребята, вы уже начали общаться, я надеюсь. Спасибо. Я, к сожалению, включился в конференцию не с самого начала, возможно, этот вопрос поднимался. Я был в качестве, правда, журналиста на двух конференциях азиатских и океанских, которые проводились. Одна была в Хабаровске и был в Сан-Франциско. Чем были вызваны эти конференции? Озабоченностью тем, что происходит в океане и страны, которые к ним имеют отношения. И, возможно, этот вопрос и поднимался без общего решения, в какой-то части Семен об этом сказал, без того, чтобы соработать, если можно так сказать, вместе с теми, кто озабочен состоянием Средиземного моря, решить в частности вопрос можно только частным образом, и в частном порядке, и в частном каком-то варианте. То есть, наверное, необходимо, а я увидел, что колоссальный научный багаж несет каждый из выступающих. Это потрясающее знание, которое аккумулировано вместе, могут дать невероятный багаж и в том числе и Израилю. Вот мне кажется, что это и политический вопрос, потому что это дает возможность решить и политические вопросы, содружествуя вот с теми, кто должен быть и недостаточно, может быть, сегодня ознабочен состоянием Средиземного моря. Спасибо. Так, уважаемые коллеги, я сейчас должен переходить срочно на другой Zoom. Вместо меня остается Александр Лесняк, он будет вести техническую сторону, а Михаил Цыбулевский, значит, я ему передаю, значит, вот это вот общение. Хорошо, спасибо. Я удаляюсь, было очень интересно, и я надеюсь на дальнейшие наши встречи. Спасибо вам огромное за организацию. Тема колоссальная, тема колоссальная. Я ухожу. Михаил, у меня еще есть небольшое дополнение. Да, да, да. Вы, а, все. А, что я, ой, для меня, а кто-то, может, еще хочет стать председателем? Вот когда несколько людей тянут руки. Александр Лесняк. Есть все опытные председатели среди присутствующих. Есть Александр Лесняк. Александр Лесняк, Саша, покажитесь. Я попробую регулировать нашу компанию, но, пожалуйста, по очереди. Можно мне еще небольшое дополнение? Значит, Михаил, я вот еще, когда вы показали карту, значит, водохранилища на Асуанской плотине, у меня возникла вот какая еще мысль. Значит, может быть, в какой-то степени вы правы, значит, но тут именно, вот я скажу наоборот, как раз. Получается, что когда строится плотина, то увеличивается поверхность контакта речной воды с прибрежной зоной. И за счет этого, значит, а как известно, значит, скорость многих химических реакций, которые протекают на поверхности, она зависит от площади поверхности. Поэтому, значит, вполне возможно, что увеличение поверхности контакта с сушей при строительстве водохранилищ увеличивает и количество растворяющихся химических веществ из грунта, которые контактируют с речной водой. Поэтому, по идее, значит, с другой стороны, что строительство плотин должно способствовать вымыванию многих веществ из грунта за счет увеличения поверхности и выноса их. Поэтому это как бы противоречие, которое, значит, как раз вот вы говорите, что оно замедляет, а я считаю, что тут, наоборот, может увеличить выброс таких вот веществ. Спасибо. Там в самом устье можно увидеть, там очень высокая, действительно, концентрация питательных веществ. Они реализуются в самом устье Нила. В очень-очень близкой зоне там есть какое-то питание, хотя размыто устье. Но, да, я думаю, оффлайн можно обсудить. – А кто председатель? – Здесь мы делаем водохранилище, но, наоборот, там все застаивается. Там прекращается движение воды. Не знаю, Павел, правы ли вы, может быть, наоборот, все происходит? Потому что вода останавливается. Когда у нас… Я понимаю, что чем больше скорость движения воды, тем больше веществ попадает в воду. Но если мы делаем водохранилище, с другой стороны, за счет движения скорости движения, вода просто останавливается. И тут двоякое влияние может быть. – Но она не совсем останавливается, там уменьшается скорость течения. – Если можно… – Анатолий, 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 Анатолий… – Полностью останавливается на крупных водохранилищах. Движение воды почти полностью останавливается. Только волнение водохранилищ может быть как-то способствует этому. Но это узенькая хромка. – Нет, я могу сказать… – Анатолий, достаточно. – Да, да. – Можно одно слово? – Валентину, слово Валентину. – Валентин? – Валентин, включите микрофон, пожалуйста. – Если Валентин не включают, я скажу слово. – Сейчас, одну минуту. – Пожалуйста. – Так, Владимир, пожалуйста, пока Валентин включит микрофон, пожалуйста. – Я хочу… Мы уже долго очень обсуждаем. И я хочу сделать, по крайней мере, предварительный итог. Михаил, вы блестяще добились своего. А именно, большой интерес, прекрасно к… И вы нашли, по крайней мере, шесть, как мне кажется, людей, которые напрямую занимались очень похожими проблемами. В разных регионах, в Черном море, в Азовском море, на разных реках, с разных точек зрения. С точки зрения химии, с точки зрения того, что в Черном море происходит с подводными этими веществами. Блестяще. Мне кажется, вот сейчас началась такая дискуссия, очень уже детальная, которая… – У вас не смешно, у вас не включен микрофон. – Как это? Включен микрофон? – У вас микрофон не включен. – Владимир, это не к вам обращение. – А, окей. Окей, все, я все сказал. – Михаил, я вас поздравляю. Блест. – Спасибо, спасибо большое. Я буду рад, действительно, если узкая группа, она отдельно соберется, и мы начнем уже в таком… – Она не такая узкая. По крайней мере, семь человек я уже вижу. – Ну, более узкая, чем та, что… Широкий доклад. Когда число людей снижается до какой-то массы, возникает свободный разговор. Ну, может, еще немножко надо увидеть. – Тем более, есть люди, которые этим тоже интересуются. – Я извиняюсь, там есть кто-то, кто хочет говорить и не знает, как включить микрофон. – Пожалуйста, кто хочет сейчас включить? – Кто хочет сейчас включить? – Включите ему микрофон, помогите человеку. – Я дистанционно не могу включить микрофон, только выключите. – Кто у нас определен, ГОСТ может это сделать? – Кто хочет выступить? У нас еще есть немного времени. – Саша, объясни, как надо включать микрофон всем. – Валентин на телефоне. – На экране слева нарисован микрофончик. – В самом углу. – На него нужно нажать, обычно он перечеркнут. – Двигать туда мышку, тогда это появится. – Да, мышка. – Работает с телефона, там посложнее немножко. – Александр, у меня такой маленький вопрос к специалистам, может быть, кто-нибудь знает, что началось какое-то сооружение мощное около Нитани, что это может кто-то о нем знает? – Ты слышал об этом? – А, Саша? – В каком месте? – Прямо подо мной тут. – Нет, дальше, чем строят вот этот дом здоровенный, начали завозить громадные глыбы камней на мощных грузовиках. – Ты знаешь, я думаю, там было прервано… Они хотят, наверное, поднять немножко линию пляжа. Они где-то там подсыпать будут, наверное. – Нет, что интересно, они не вдоль пляжа делают, а поперек. – Поперек, поперек. Ну, там как молл они будут делать. Я так думаю. – Возможно, да. – Я смотрел, ну… – Улавливать песок, остатки песка улавливать. – Остатки песка, да. Ну, это наше, кстати говоря, предложение по поводу трассы, которую тут несколько человек высказали, некое, так сказать, неприятие. – Как раз и рассчитано на то, чтобы вначале построить несколько моллов поперек, чтобы улавливать песок, а сама трасса на столбах. – Она не перегораживает море и не мешает, и не собирает песок. Она пропускает через себя любое движение воды. – Что интересно, они построили, значит, забор поперечный, что невозможно будет проходить по пляжу. И первый забор построили вот здесь, да, рядом с городским пляжем. А второй забор построен за следующим пляжем южнее. Тоже строят полностью перегораживание пляжного прохода. – Я надеюсь, это временно. В Израиле, мне кажется, запрещено вообще отчуждать участки пляжа. Это, наверное, временно, на время работы, на время строительства. – Михаил, я хочу сказать, что в Израиле запрещено, действительно. Но в Хайфе, например, если вы посмотрите, стоят прямо на пляже, прямо у обреза воды, два огромных дома. Хотя запрещено. – Но это было давно. – Нет, недавно. – Проход по пляжу все равно нет. – Но проход по пляжу нет. – Давайте продолжим обсуждение доклада. – Значит, можно я вставлю свои немножко еще? Раз сняли барьер, значит… – Ну, если ни у кого нет. – Вы не против, нет? – Если никто не хочет поступать, пожалуйста, только несколько минут, до пяти, не больше. – Беседер. Значит, Михаил, я просто хотел вам сказать, в связи с тем, что я с 2000 года занимаюсь водными проблемами, очисткой источников вод, и в том числе и кишонными реками. – Значит, я хочу, чтобы вы знали. Значит, в Хайфе, кроме Института исследования морей и океанов, есть еще подразделение Минэкологии, которое контролирует все вопросы, связанные с побережью. – Вот. Значит, человек, который непосредственно курил этот вопрос, когда я пришел с этим проектом острова, очень даже обрадовался. – Теперь дальше. Но и это не все. Значит, в Иерусалиме есть институты, которые занимаются расчетами всех вот этих дел, значит, связанных с движением песка, с движением илов. – Значит, то есть на иврите можно все найти. На иврите, подчеркиваю, или на английском. Вот. Просто вот в русской среде это все как-то вот не фигурирует. – Но самое главное, рядом… На ком факультете вы в технионе? – Компьютерном. – Понятно. Рядом с вами есть институт строительства, гражданского строительства, на котором я работал где-то порядка пяти лет. – И там лаборатория… – И там поставил все эти эксперименты со сочкой. Вот я ее делал… Нет. Кроме того… Нет. Я сделал… – Василий, с волнами это вы делали? – А рядом была лаборатория моря, которые изучали… Я не знаю, как сейчас, потому что я давно там не был, но они изучали вот как раз движение, значит, вдоль берега потоков. – Значит, все эти вопросы… Вот. У меня там есть знакомые. Я не знаю, я давно с ними не контактирую, но, в принципе, можно туда зайти. Я могу подсказать, куда именно конкретно. Вот. И поговорить, что у них есть. – Благодаря им у меня появилась карта вот этого с севера Израиля, значит, где были указаны глубины морей. – Потому что мне для проекта острова нужна была глубина, ну, хотя бы 300-500 метров. Вот так примерно. – И она оказалась только в одном месте. Как говорят, здесь муль Роша-Некра. Вот. Напротив этого самого. – Вот. Теперь. Примерно в те же годы я предложил… И вот я думаю, что вы об этом не думали. – Ну, мы живем в реальных условиях, и надо максимально приближаться к реальным условиям. О чем идет речь? – Все… Многие речки наши начинаются на территориях. Вот. Значит, я знаю точно, что нет никаких проблем сделать нам проблему с помощью этих речек. – Это могут быть яды, это могут быть какие-то вредные сбросы. Это куча вещей. Может быть, это самое… Может попасть вначале в речки, потом в окружающую среду и так далее. – Поэтому я предложил, вот пока работал в технионе, значит, на всех входах речек в Израиль построить вот на основе растений, которые моментально чувствуют, если что-то плохо работает. – Значит, это… Сейчас, секундочку. Значит, блокаторы, скажем так. То есть, таким образом, чтобы обеспечить безопасность страны. Ко мне не прислушались тогда. Ну, я как-то уже прижился с этим. Но если заниматься речками, плотинами и так далее, то надо обязательно иметь это в виду. Пока существует палесина, потенциально существует вероятность того, что найдется один умник, который вот сделает нам такую беду. – А какие водные животные могут быть индикаторами? – А? Индикаторами? Да. – Водные животные, они могут более чувствительные. – Вы знаете, как проверяют чистоту бедевой воды? – Кто? Кто? Да. – Я спросил, вы знаете, как проверяют чистоту бедевой воды? – Ну, так это мой вопрос был. Вы его повторили. – Да? Я могу сказать… Нет, не о канарике речь идет. Есть рыбки, которые, значит, специальные такие, через которые идут течения. Вот. И эта рыбка в этом течении барахтается. Если она начинает ослабевать, то есть уходит вниз, все, значит, эту воду дальше пропускать нельзя. – А как рыбку? – Я многое могу рассказать, но дело не будет. – Ну ладно. – Я не помню, что вы. – Да у нас гупешки использовались, обыкновенные гупешки. – Ну, тут какие-то специальные, может быть, не знаю. Я сейчас… Я не занимаюсь этим уже много лет. Но, в принципе, я задал правильный вопрос вам о том, что есть противоречия между, значит, потребностью людей и потребностью, значит, среды обитания для рыб и так далее. Их надо кормить, чтобы они росли. Теперь еще один вопрос, чтобы я не забыл. Занимались ли вы, раз уже речь идет о понтоне, у рыб тоже есть свои течения, перемещения. Они перемещаются, может быть, по всей планете, может быть, поэтому они, наверное, как-то сочетаются вот с этим делом. Рыба должна двигаться туда, где есть корм. – Да, да. – Понятно, да? – В Израиле есть одно явление очень примечательное. Зимой, когда идет поток воды во время дождей в море, то стаи рыбы приближаются к берегу. И стая рыбаков обычно приближается, они хорошо информированы. На берегу они встречаются. – Я говорю к тому, что это очень многопакторное дело, вот вопрос сочетания плотин и жизни в море. – Я хочу, если можно, акцентировать только на одном. Жизнь в море, действительно, вроде бы многие согласны, что катастрофа там чуть ли не в два раза упала за 50 лет, но тема плотин, она отсутствует на первых страницах. Вот основная цель моего доклада – это привлечь внимание. Вы откроете Википедию или другие центральные места, люди, эти развивающиеся страны продолжают проектировать новые плотины в больших масштабах, говорят, что это зеленая энергия и все остальное. И просто осведомленность людей о том, какая это острая проблема, она низка. Только к этому я хотел сказать, да. Анатолий, по-моему. – Спасибо. Пожалуйста, Валентин, у вас работает микрофон. – Работает микрофон? – Работает? – Да, да, да. – Вот слава Богу, да. Значит, уважаемые коллеги, я что вам хочу сказать. Я два часа слушаю доклад, один из них я слушаю, уважаемый Михаил Математика, слушаю уже второй раз, прослушал. И что я хочу сказать, прослушал ваше выступление. Не поймите, что это критика, это нужное выступление, нужный обмен зрениями и так далее, и так далее. Я в течение больше десяти лет руководил отделом проблем управления сельского хозяйства Академии наук. Сектор у меня был рыболовство. Поэтому мне пришлось волей-неволей изучить рыболовство, которое именно российское рыболовство. Ну, так немножко. И теперь немножко из дальних лет. Значит, в 41-м году я приехал в город Уральск, который находится на реке Урал. И я удивился, настолько был богат рыбой рынок. Я видел осетров, видел белугу, которая весом была полторы тонны ровным счетом. Шести метров белуга разрублена на части и так далее, и так далее. Река Урал находилась в одном владении. Она занималась Российской Федерацией этой рекой. Прошло довольно много времени. Начались 90-е годы. Реку перестали... Она была студоходная. Реку перестали чистить от песка. Зимовальные рыбы, в которых рыба, крупная рыба и мелкая рыба, она зимовала там. Никто чистить не смог и не хотел. Дальше началось еще хуже. Река стала сейчас принадлежать разным хозяям. В Верховье находится Оренбургская область, а вся остальная часть находится в Казахстане. То есть хозяина одного нет. Больше того, в 1957 году появились целинники, которые стали восстанавливать сельское хозяйство тех землях, которых вообще никогда ничего не растут. Сами казахи, они рыбу в принципе не любят, никогда не любили. Заниматься рыбой им сложно до сих пор. Но хочу сказать, что вот эта сельхозяйственная деятельность привела к тому, что все вещи, которые текли с полей города Уралов, они стали эту рыбу потихонечку уничтожать. Ухудшилось качество воды, ухудшилось, стало меньше рыбы. И если даже десять лет назад я купил там осетра, то сейчас практически нет, а тем более чуть четвертой крыль. Пришлось мне много лет служить на Каспии, в районе Баку. Наблюдая за волей-неволей, так как я был начальником станции, радиоакционной станции, я долгие годы служил там, я смотрел, что делается там с рыбой. Рыбы стало за три-четыре года, что я там был, стало рыбы гораздо меньше. И когда мы по тревоге ездили на Карань, то в начале своей деятельности я давал солдат, чтобы они разгружали сенеры с рыбой и получали за это осетра или сазановки. Ну, это была чистохозяйственная деятельность, людей подкормить нужно было людей тоже. И вот я посмотрел, была рыбоводная рыбоводческая станция около недалеко от Баку, довольно прилично большая. В Уральске, в низовьях, в Урале тоже была рыбоводная станция осетрубая. Прошло довольно много лет. Я построил себе, уходя со службы, построил себе на Азовском море, построил себе дом. И каждое лето я приводил 4-5 месяцев там, буквально до последних 5 лет. И мне, я вижу, что когда я приезжал, тут приехал туда 20 лет назад, осетр, белуга, сазан, все было в достаточном количестве, можно купить было на рынке. Напротив города Ейска был большой колхоз. Колхоз выращивал осетрумальков, осетров и выпускал море. В 90-е годы колхоз разорился. Помощи государства не было, все на этом кончилось. То есть, я хочу сказать лучше, работая больше 10 лет в сельском хозяйстве, руководя этим сектором, я пришел к выводу такому, что виноват только единственный человек. Только, только, и только, и только. Потому что Оренбургская область дает очень много черного пшеницы. Уральская область стала зерноводным центром Казахстана. Вот. И вот теперь, возвращаясь, хочу вернуться к Израилю. Вот смотрите, в Израиле, да, еще вот последний вопрос по России. Россия имеет договора по черной икры, по осетровым рыбам, имеет она с Ираном. Она имеет, но что-то такое полезное очень. То есть, воспроизводство рыбы там до сих пор не ведется. Одни только разговоры политически, все это. То есть, нам на море нет хозяина. Нет хозяина совсем. Вот теперь, возвращаясь к Израилю. Значит, рассматривая вопросы так волей-невольной сельского хозяйства здесь, и продовольственной безопасности, я коснулся здесь рыбы. Рыбы здесь нужно миллион восемь тысяч, сто восемьдесят тысяч тонн. Вот представляете, где эту рыбу взять? А добывается здесь всего четыре тонны, тысячи тонн всего. Посмотрел я, в каком состоянии водоемы. И хочу сказать, прочитал я условия, в каком состоянии водоемы в заливе Ака, то там очень сильное поражение ртутью. И есть рыбу совершенно нельзя. И поэтому я пришел к такому выводу, что до тех пор, пока не будет в любом море хозяева вплоть до... Да, кстати, последнее. Это что я могу сказать? Все вы были на Мертвом море. Вы посмотрите, как отступает это Мертвое море. На нашем берегу, на Израильском, строятся новые гостиницы. На другом берегу, на Иорданском, тоже гостиницы строятся. Ему само... Только смотришь, берег на моей бытности за десять лет ушло, наверное, метров на пятнадцать, на двадцать с нашей стороны. На Идарске я не знаю. То есть, опять же, какие-то планы есть. Планы эти несущественные. Почему? Потому что надо договариваться с другим, какие деньги вкладывать. И вот, подводя итог своих нововведений многочисленных, многолетних, я хочу сказать, что нет хозяина хорошего по водоемам, по морям. Нет хозяина ни в России, ни в Израиле, ни в Средиземном море. И пока государства не будут иметь договор, вкладывать ресурсы в акваторию морей и океанов, ничего не будет. Потому что океаны все засорены теми объектами, которые мы бросаем туда. А это уже скопились многие-многие миллиарды тонн. У меня в этом отношении пессимизма никакого нет, энтузиазма никакого нет, потому что здесь должны государства обоюдно решать вопросы в другом, в том числе и здесь, на Средиземном море и Мертвом море. Спасибо вам за внимание. Спасибо. Кто непонятно, задайте вопросы. Анатолий Анимидзе, пожалуйста. Ой, спасибо. Можно совсем короткий вопрос? Можно. На реке Урал были построены крупные плотины? И в какие годы? Вот. На реке Урал не скажу. Я Урал проехал весь почти от Оренбурга, проплыл до Каспийского моря. И хочу сказать, там ни одной плотины, может быть, последние пять-шесть лет что-то изменилось, там плотин нет. А в верхней части? А? А в верхней части? Выше, выше Оренбурга. Это тоже как будто нет, я не помню. А, ну все. Значит, Урал очень хорошая река должна быть для снабжения моря. Но на полив разбирает верхнюю воду, и зимовальные ямы там, которые были постоянно там. У меня жалко не сохранилась фотография, пропала недавно фотография, там фильм по рыбе был по Уралу. Надо приводить его в порядок, но там большая часть владеет Казахстаном. Значит, ну хорошо, уже можно я, да? Да, пожалуйста, только покороче, у нас уже кончается время. А я по-быстрому. Значит, а потом Павел хочет сказать. Потом Павел. Я очень быстро. Значит, совершенно необязательно всем тратить время и устно все это произносить. Вот сегодня мы, например, с Ройтманом плодотворную дискуссию устроили прямо в Фейсбуке. Можно туда идти, все эти вопросы задавать и получать ответы, когда получается. Все нормально. Я отвечу на несколько вопросов, которые мы с Мишей и с Володей обсуждали при подготовке этого сегодняшнего заседания, совещания. С Египтом очень важная и серьезная проблема, и ее надо решать потихонечку, в первую очередь отыскивая, а кто даст денег на что-нибудь. Я им показывал уже, что, в принципе, можно восстанавливать контуры островов и земель в дельте Нила при цене 40 долларов за квадратный метр. Ну, приблизительно. Не тысяча, не сто, а 40 долларов за квадратный метр. И нужно всего-навсего найти, кто захочет принять израильский интеллект и построить там рай на земле. Органайзер в виде этой самой упорядоченной дельты улучшит сток и удлинит в море в средиземной эстуарии Нила, то есть удлинит вынос питательных веществ, о которых говорит Миша. Дальше. Асуан – это все-таки гигаватт электроэнергии, и никто не согласится от этого гигаватта отказаться, если ему не предложить чего-нибудь взамен. На эту тему тоже есть решение, и тоже необходим израильский интеллект, чтобы сказать Египту, что вы наши соседи, мы ваши соседи, давайте мы вместе решим эту задачу вот так, вот так и вот так. Правильно. Вот. То есть, не обязательно замыкаться со своей лопатой на берегу Израиля. Весь мир перед нами. Лопату взяли на плечо и пошли где чего надо. Мне почему-то никто не мешает, например, я закончил месяц назад проектирование органайзера эстуария рек, трех рек, которые впадают в залив Джакарта с тем, чтобы защитить столицу Индонезии и Джакарту от неминуемого затопления. Я дал им такой проект, но это же, как сказать, исламисты. Они возьмут и под сукно залезут, может, через пять лет очнуться. Буду я тогда, не буду. Кто его знает. Но я не унываю. Пишите, пишите, предлагайте. Нужно организовываться и образовывать интеллектуальный кулак, действующий в виде протянутой ладони для всего мира. Время уже у вас закончилось. Ладно, спасибо. Давайте немножко ближе к семинару, потому что еще немного, и мы займемся на Марсе. Кудрявцеву. Да. Вот я как раз тоже хотел добавить небольшую вещь. Я вспомнил, что Михаил говорил о снижении вылова рыбы, в том числе и креветок. Я в свое время оказался интересным свидетелем и наблюдал, как креветки выращивают в промышленных масштабах. Это очень напоминает выращивание риса. То есть такие же чековые поля заливаются водой морской. Туда малек и икра креветок выпускается. Они там развиваются, растут, их кормят там. Потом дальше, когда они выросли до определенного размера, почему они все одинакового размера, вода сливается, креветки собираются, замораживаются и отправляются потребителю. И вот это вот я наблюдал лично. И подобную вещь вполне... Я понимаю, что креветка это не кошерный продукт для Израиля, но тем не менее Израиль асидро выращивает. И вполне таким же макаром можно было бы выращивать креветку и поставлять ее на экспорт. Это с точки зрения именно промышленного использования, подхода промышленного к выращиванию. Ну, поскольку, как говорится, если море не дает, то надо сделать в другом месте. Спасибо. Александр, можно я отвечу Кудрявцеву? Одну минуту. Одну минуту. Одну минуту. Павел, поддерживаю. 21 числа я буду снова рассказывать про водохранилище вдоль Средиземноморского берега Израиля. Это и рыба, и креветка, и все остальное. Приходите. Хорошо. Друзья, пошел третий час семинара. Наверное, давайте заканчивать. Да, давайте. Дискуссии можно перенести в Фейсбук и прочие-прочие мессенджеры. Прошу вас. Но не хотят расставаться. Будем прощаться. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Спасибо вам большое. Всем спасибо и всем здоровья. До встречи. До свидания. До свидания. Надеюсь, через пару недель до пятого встречи. Спасибо. Кого не знал, приятно познакомиться. Все. Очень хороший доклад. Спасибо большое. Спасибо. Очень понравилось. Очень понравилось. Спасибо. Спасибо.